приветствую вас друзья в общем все не успеваю снимать потому что нужно быстро мотор скидать и получается отдать клиенту потому что техника стоит а потом уже разбираться то есть постепенно снимаю то есть сейчас на этом видео вы увидите дальнейшую инспекцию на какие-то моменты я внимание не обращаю потому что опять же первостепенная задача это отдать технику клиенту а потом разбираться поэтому отдадим а уже потом вот эти гильзы все что у нас останется более тщательно попробуем посмотреть что с ними ну либо получим обратную связь от клиента уже на новых получается поршнях гильзах и сделаем какой-то ну адекватный вывод поэтому приятного просмотра все буду выкладывать все показывать но немного не так быстро как хотелось бы спасибо до новых встреч так перед разбором поршня и демонтажа колец поршня давайте сразу убедимся что кольца не залегли они свободно ходят на всех поршнях износ и даже не износ наверное а нагар он равномерен на всех шести поршнях ну и кольца свободно передвигается не закоксованы они ничего единственное как будто вот это кольцо что ли не до конца прилегала его здесь вот нижняя кромка блестит вот эта часть черная то есть и она на всех шести так ну выражена в разной степени то есть здесь меньше здесь больше здесь меньше не здесь также вот новые кольца можно видеть что вот металлическая одно полностью черное и одно маслосъемное по идее вот это должно быть полностью черное ну вот тут мы видим что она как будто не полностью прилегала но у нас компрессионная идет второе вот это маслосъемное то есть ладно мы убедились что кольца не залегли и сейчас я разберу посмотрим на износ юбки поршня ну вот визуально нету никаких царапин перегрева побежалость в общем разбираем сейчас смотрим один поршни разобрал буду складывать их так как они стояли на моторе и чтобы вопросов не возникало там кольца неправильно поставили либо еще что-то блин как бы показать так что вот видите топ 2 кольца написано и топ верхнего написано то есть все к верху все как положено стоит то есть этот момент исключить что стояли кольца неверно либо еще что ну соответственно знаете все все идентично предварительно получается вставил кольца это два компрессионных одно маслосъемное они в этой же гильзе и работали то есть откуда вот я снял поршень туда я кольца в эту же гильзу и поставил и получается что из примечательного вот техническая документация получается первая маска вот компрессионная 0407 минимально 04 максимально 07 второе компрессионная 0407 ну то есть они как бы одинаковые 1 2 и получается масло съемная она 0306 при монтаже при сборке этого двигателя видео есть это по моему первая часть камень 83 там я производил замеры и мы получается попадали вот в этот 04 первые 204 и в 03 мы попадали на маслосъемное ну собственно говоря что тут произошло ну как произошло пока ничего не понятно но тем не менее вот мы берем щуп 04 04 это первое получается минимальный размер первого компрессионного кольца и прикол тут заключается в том что 0 4 он туда не лезет хотя при монтаже и сборке этот замер мы делали вставляли также кольца новые и произведи замер и 04 попадал все вот он больше что не идет все что туда заходит это 02 02 он туда заходит то есть каким образом вот это первое компрессионное кольцо увеличилась как вот этот зазор стал меньше и теперь минимальный допуск она не попадает ну вообще никак я тут как только не пытался обхитрить эту систему но глаза мои мне не врут не лезет туда 04 это по верхнему второе второе у нас все отлично компрессионная 04 туда заходит и немного неудобно с телефоном но поверьте мне на слово 04 туда заходит и верхний порог у нас 0707 уже туда не заходит получается вот 06 я вот взял специально чтобы верхний порог померить 06 тоже с натяжкой туда не заходит получается в минимальном пороге мы есть во втором кольце теперь маслосъемная это у нас 030606 это верхний порог от 06 давайте начнем неудобно немного 06 туда не заходит нет 06 не заходит берем сейчас 03 вот 03 блин тут соединилась какой-то еще все так 0 ты вот берем даёт ну вот 03 заходит спокойно заходит все и собственно говоря я вообще теперь ничего не понимаю почему вот это кольцо ушел у нее зазор не увеличился уменьшился 2 осталось нормально и маслосъемная тоже кольцо в допуске притом я сейчас попробую под свет как-нибудь попасть нету каких-то следов он на месте все на месте ну ладно в компрессионная первое вот так себя повело прорыва газов никаких на поршни нет поршень то есть да вот здесь вот мы видим что вот она горела это все масло вот она то кольца почти доходила но ниже кольца 1 компрессионного ничего не ушло то есть мы видим что вот здесь стоит маслосъемное кольцо все чисто и два компрессионных то есть ничего не пролетело сверху вниз абсолютно чистое посадочное место в поршни под кольцо ну это вот пока что что только нашел сейчас буду разбираться дальше все гильзы они идентичны ну то есть вот у них равномерно вот этот весь ход есть все присутствует и нагар на всех поршнях вот это он весь одинаковый и также нету никакого прорыва газов сверху вниз вот здесь вот уже что-то начиналось но ниже кольца ниже кольца оно не пошло то есть кольцо держало хотя и зазор на нем ушел в минус или даже в плюс должен был при установке 0 4 минимальный а сейчас после работы стал 02 это как такое может быть такие чудеса ну будем разбираться дальше продолжаем дальше так смотрите получается я вставил вот предыдущую гильзу и здесь еще две гильзы я собрал и картина никак не поменялась то есть переднее вот это первое кольцо компрессионное компрессионное оно получается у нас 0 4 минимально должно быть сюда 2 залазить с трудом 02 то есть в момент когда была сборка двигателя здесь все было в допуске получается из претензий только к первому компрессионному кольцу есть вопросы по какой причине оно стало больше ну получается так раз здесь уменьшился вот этот зазор я собрал новую гильзу вот новая гильза и все новые кольца по тому же принципу все установил ну и вот смотрим мы уже знаем что первое компрессионное кольцо и второе компрессионное имеют минимальный зазор 04 максимальный 07 нижнее маслосъемное кольцо имеет минимальный допуск 0,3 максимальный 0,6 ну и вот собственно говоря поехали 0,4 фокусируйся 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 0,4 сейчас я может быть вам будет плохо видно блядь вот 0,4 все 0,4 зашло еще раз вот все 0,4 здесь так не заходит а тут вот даже видно что тут какой тут 0,4 так максимальный 0,7 но 0,7 не зайдет потому что фокусируйся фокусируйся нет 0,7 я не засуну сюда также 0,4 у нас должно быть второе кольцо так сейчас вот заходит 0,4 и 0,7 туда не зайдет я предварительно все проверил поэтому можете мне поверить на слово ну и собственно говоря 0,3 и 0,6 это последнее здесь соответственно тоже 0,3 ай блядь тяжело через камеру так 0,3 заходит ну 0,6 туда не зайдет вот это уже я тоже проверил 0,6 туда сувать бесполезно нет не зайдет и все 6 гильз перед установкой были вот так вот проверены вот здесь вот теперь вот загадка как вот это кольцо первое компрессионное стало больше я вот не могу понять почему здесь уменьшился зазор с 0,4 до 2 0,2 это пока что вот по вот этим вот то что определили в допуске лежит второе компрессионное и в допуске маслосъемное вот из того что здесь найдено сейчас я соберу получается новые гильзы с кольцами и все проверю точно так же то есть все все что устанавливается в мотор все вот здесь проверяется каждая гильза здесь равномерно получается вот я 3 собрал я уже те не стал собирать и вот здесь вот первоначально все идентично вот он и ребус что это говно качество колец ну ладно оно бы пропускало но оно же не является маслосъемным вот вопрос теперь почему был жор масла в общем что можно здесь сказать получается хон ярко выражен ровно до того места где получается останавливается маслосъемное кольцо на поршне вот эту границу отчетливо видно то есть вот такая гильза была после границы новая вот так она выглядит рабочая при том что вот так явно выраженного хона не было вот он как сейчас выражен это я вот увеличиваю а в момент установки его такого не было и сейчас посмотрим гильзу которая была установлена получается до ремонта двигателя мой ёбаный в рот секундочку вот тоже видно вот эту границу но такого прям хона как вот у этой китайской гильзы нет его видно хон да но не такой он грубый как вот здесь в общем я так до сих пор понять и не могу что послужило причиной масложора возможно я вообще не тут копаю вот здесь вот в этой гильзе тоже такой же хон ну немного ниток здесь меньше ну есть отличия но суть то та же то есть он такой же грубо нанесенный и что и влияет на этот расход пока ну не совсем понятно поэтому это выдумывать пока ничего не буду буду разбираться дальше и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, на поршневую группу То есть это все вместе Гильза, поршень, кольца Потому что мы видим, что уже сейчас Кольца почему-то Стали больше Уменьшился зазор Ну, это вы уже все видели Если сейчас На вот этих вот поршнях Все будет работать Ну, по обратной связи от клиента То уже В принципе мы исключим Или даже поймем, что произошло Тяжело так говорить Не имея измерительного прибора Который мог бы Проверить шероховатость Гильз Мы можем предполагать, что этот хон В совокупности Вот с этими проточками Сыграл вот эту злую шутку Но не имея данных По шероховатости Мы можем только предполагать Поэтому разбираем дальше Смотрим Предварительно Собрал все Поршни, одел кольца Все проверил Еще сто раз Как что куда ставится Здесь вот есть старые пальцы По сути с ними Ничего страшного не произошло Но в комплекте есть и новые Сейчас я их сверю Можно поставить новые На мойку сейчас отправятся у нас Шатуны И вот есть Вкладыши, которые стояли Я вам их ранее не показывал Ну вот они По сути-то никакого Особого износа нет Можно их и притулить Обратно Но видите вот эти риски Это вот Получается Песок Который попадает При проведении ТО На вот Месте Где работает техника Это через масло Заливную горловину Часть попадает Часть при замене Масляных фильтров Попадает Я сейчас Получается Об этом скажу клиенту Что На вот это я Гарантии дать не могу К сожалению Поэтому Если хочет Мы поменяем Нет Оставим вот эти Как есть Ну вот Пока вот так Так